Руководители хоккейного клуба 33-й Легион встретились с вице-губернатором Михаилом Колковым. Тема встречи – развитие детского хоккея во Владимирской области. В частности, источники финансирования ведущей команды региона и в каком ледовом дворце тренироваться и принимать соперников из других городов, рассказывает Максим Палагин. В сентябре ребята 33-го Легиона ездили на всероссийский турнир в Сочи и заняли там третье место. Поездка осуществилась благодаря поддержке администрации области и ОАО ВКС. Сейчас команда играет в первенстве Нижегородской области, а со следующего года в планах руководства заявить владимирцев на чемпионат России. Хоккейный клуб будет комплектоваться лучшими ребятами из всей Владимирской области. То есть представители разных городов, разных населенных пунктов будут задействованы именно в нашей команде. На будущий сезон команде нужно порядка 8 миллионов рублей. Вице-губернатор Михаил Колков заверил, что область готова помогать клубу. Не имею в виду, что обеспечим весь бюджет. То есть мы считаем как раз наоборот, что наша поддержка вместе с нашими социально ответственными партнерами, организациями, она должна и показывать пример, носить такой стимулирующий характер для остальных. 33-й легион активно сотрудничает с московским «Динамо» и в ближайшее время желает стать структурным подразделением именитого клуба. Это позволит и нам привлекать сюда спортсменов, и привлекать на турниры, приглашать ребят. То есть и возможно наши ребята в дальнейшем смогут точно так же найти свое место в элитных лигах России, может быть даже и выше. Сейчас команда тренируется в ледовом дворце «Полярис». Глава города Ольга Деева сообщила, что удалось договориться с владельцами арены о снижении арендной платы. Если раньше час занятий стоил 12 тысяч рублей, то теперь 10. По словам Василия Данилкина, снижение цены позволит сэкономить около 400 тысяч рублей. Но договор действует лишь до конца года. С начала 16-го утренние занятия будут стоить 10 тысяч, а вот вечерние снова 12. Я бы хотел выступить с предложением по новому строящемуся ледовому дворцу в Кавру. То есть если представиться так возможным, чтобы наша хоккейная команда могла и тренироваться там, хотя бы какую-то часть, да, в какое-то время, и проводить там домашние матчи, привлекая тем самым зрителей, повышая популяризацию хоккея. Михаил Колков выразил готовность этот вопрос обсуждать сразу после открытия нового дворца. А сейчас ведутся переговоры о приезде в Кавров на матч-открытие команды звезд российского хоккея во главе с Владиславом Третьяком.